Далее мы рассмотрим с вами панель инструментов. Самыми важными кнопками на панели инструментов является триада, так называемая триада, состоящая, соответственно, из трех простых до изнеможения кнопочек. Это первая кнопка Select and Move, то есть выделить и переместить. Вторая кнопка Select and Rotate, то есть выделить и поворащать. И третья кнопка Select and Uniform Scale, то есть выделить и масштабировать. Запомните, расположение данных кнопок с помощью этих инструментов вы будете в основном работать, то есть видоизменять координаты объекта. Я сразу скажу, что данные инструменты как раз видоизменяют координаты объекта. Если вам необходимо подвинуть объект, то вы активируете инструмент, например, перемещение. Перемещаете по определенной оси, по определенной оси, не по всем осям. То есть можно перемещать. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. При активации данного инструмента появляется у выделенного объекта, я сейчас раскрупирую, появляются у выделенного объекта стрелочки. То есть эти стрелочки начинаются от центра вращения объекта, от центра объекта. В данном случае, так как мы с вами сейчас работаем... Я перейду в перспективу. Перейду в перспективу. Так как мы с вами работаем сейчас вот уже в трехмерном пространстве, то появляются, соответственно, три оси, по которым мы можем передвигать объект. Во всех версиях программы наименование, наличие данных осей обязательно. И мой огромный совет перемещать любой объект по одной оси. Если вы заметите, то при подведении к определенной оси данная ось подсвечивается. И я могу, прижав левую клавишу мышки, переместить объект по левой оси. Кроме того, мы с вами можем наблюдать перемещение объекта в остальных окнах проекции. Если я перемещаю в окне перспективы, то, соответственно, я наблюдаю в окне проекции top и в окне проекции left. Если я перемещаю по оси Z, то я наблюдаю перемещение объекта в окне проекции front и в окне проекции left. Соответственно, еще раз повторяю, что лучше всего вам пока перемещать все объекты по определенной оси. По нескольким осям можно перемещать объект, подведя курсор мышки на пересечение этих осей. Вот оно пересечение, видите, подсвечивается. Соответственно, я могу по нескольким осям сразу перенести объект. В чем минус данного перемещения? В том, что вы не контролируете, по какой оси больше-меньше движется объект. Соответственно, с меньшей четкостью контролируете любую трансформацию. Это первое большое замечание. Кроме того, если вы вдруг... Второе большое замечание заключается в том, что двигать объект по какой-то плоскости, в принципе, можно. Но применять остальные инструменты, например, вращение, вращение, вот так повращать объект, крайне в 3D Max нежелательно. То есть, многие студенты в начале обучения 3D Max пользуются данной функцией для вращения объекта. Что же у него с той стороны? Раз, повернули. Соответственно, данным инструментом, любым из этих трех инструментов, происходит нарушение системных координат объекта. Соответственно, вернуться к исходному состоянию будет проблематично. Кроме того, если не сохранятся данные о том, насколько мы переместились, то есть, переместились один раз, переместились два раза, то информация о начальном расположении объекта может не сохраниться. Мы можем, конечно, вернуться к исходному, но данная графа, она может быть уже недоступна. Как я открыл эту графу, я просто-напросто нажал правой клавишей мыши на инструмент Select and Rotate. То же самое можно и проделать с инструментом перемещения, нажав правой клавишей мыши на данном инструменте и открыть, соответственно, плавающую панельку, в которой можно вручную видоизменить расположение объекта на плоскости. У данного объекта сейчас системные координаты вот такие, по x, по y, по z. Соответственно, мы видим, это абсолютная система координат. Кроме абсолютных системных координат, есть вот такие собственные системы координат. Сейчас о них расскажу. Но еще раз перед этим вам напомню, что если вы хотите поворощать объект, то не пользоваться инструментом, например, вращения. Если вы, конечно же, хотите повернуть объект, вам необходимо, например, повернуть на 90 градусов или на 20 градусов на определенный угол, то, конечно же, необходимо. Но для того, чтобы просто облететь объект, посмотреть, а что же у него там позади, необходимо применение других инструментов. Эти инструменты располагаются в правом нижнем углу, отвечают за работу с окнами проекции. И основным инструментом, который наиболее часто мы будем применять с вами, это инструмент орбит, то есть вращение. Я активирую этот инструмент и могу вращаться в любом окне проекции. В любом окне проекции в перспективе происходит вращение без изменения названия окна проекции. Если же я повращаюсь, например, в окне проекции left, то, соответственно, название окна проекции изменяется на ортогональное, и мы видим объекты без изменения, без перспективы. Соответственно, чтобы нам вернуться в исходный объект, нам необходимо нажать в исходный вид, нам необходимо нажать правой клавишей мыши на название окна проекции и выбрать во вкладке views определенный вид, например, слева. Горячими клавишами для различных видов являются, например, для левого окна проекции является клавиша L на клавиатуре английская, все в английской раскладке, для топ, соответственно, T, для франт, F, для перспективы – P. То есть основные клавиши существуют. То есть если я хочу, например, в окне перспективы показать виды сверху, то я нажимаю T, соответственно, показываю виды сверху. Если хочу обратно вернуться к окну перспективы, нажимаю на P и, соответственно, возвращаюсь в окно перспективы. Отображение происходит, соответственно, с перспективным, то есть мы видим перспективы, мы видим объект, как он будет выглядеть на рендере. То есть наиболее реалистично. Сразу же, коль речь зашла об инструментах работы с окнами проекции, здесь же есть инструмент масштабирования, но данную функцию выполняет клавиша, колесико мыши, поэтому вы легко можете покрутить в любом, в активном окне проекции, увеличить, либо уменьшить вид в окне, в любом окне проекции. Функция Zoom All, то есть она работает сразу со всеми окнами проекции. То есть если вам необходимо увеличить вид из всех окон проекции, то, соответственно, вы пользуетесь этой кнопкой. Очень важной клавишей является вот эта клавиша. Рука по умолчанию, она должна стоять. Вот она, то есть мы можем перемещаться в любом окне проекции, без, опять же, изменения системных координат тех примитивов, которые присутствуют у нас в сцене. Горячей клавишей для данного инструмента является колесико мыши, опять же, но в прижатом состоянии. То есть для того, чтобы временно активировать руку, мне необходимо нажать на колесико, не отпуская его подвигать объект. То есть временно происходит активация руки. То есть видите, сейчас активен инструмент Select and Move. Но если я нажимаю на колесико, то временно активирую руку и легко перемещаюсь внутри окна проекции. Кроме того, если вы вдруг потеряли объект, то есть такая функция зуммирования, то есть встроить существующие объекты в окно проекции, можно во всех сразу встроить. Соответственно, если вы где-то потеряли, а где-то он там потерялся, то есть я нажимаю на эту функцию, и все объекты вписываются в активное окно проекции, либо во все окна проекции. Кроме того, для меня очень важной, например, кнопкой является кнопка максимизации активного окна проекции. Работает она по принципу, видите, активное окно проекции подсвечивается всегда желтым цветом. Соответственно, если я нажму на эту кнопку, то активное окно проекции будет увеличено до максимальных размеров, до максимальных размеров, и здесь уже на большем разрешении можно работать с объектами. Горячей клавишей для данного инструмента является Alt-W. Alt-W, то есть я достаточно быстро и легко могу переходить, максимизировать, например, я Front максимизировать могу, Top могу максимизировать, Left и так далее. То есть происходит максимизация любого окна проекции. в чем заключается проблема новичков в том, что они сразу начинают пользоваться данной функцией и не контролируют любую трансформацию, не контролируют, абсолютно не контролируют любую трансформацию в окнах проекции, так как с данным режимом, да, он является уже более профессиональным, то есть любая трансформация, изменения, да, вот я изменяю координаты объекта, я не вижу, что происходит в остальных окнах проекции. Соответственно, мой вам совет, пока работать с четырьмя окнами проекции, чтобы видеть изменения с любым объектом во всех окнах проекции и полностью контролировать все объекты, так как данный способ является наиболее удобным, наиболее правильным для начинающих пользователей 3D Max. Итак, мы с вами остановились на панели инструментов, мы с вами изучили сейчас инструменты, триаду инструментов, да, то есть три инструмента. Первый, напоминаю, инструмент перемещения, второй инструмент вращения, второй масштабирования. Горячими клавишами для данных инструментов является W, E, R, то есть видите, я сейчас быстро, не подводя клавиши мышки, видоизменяю, активирую эти кнопки, и, соответственно, изменяется и очертание вот этих координат. То есть вот я сейчас активировал инструмент масштабирования, то есть я могу увеличить либо уменьшить объект. Кроме того, у инструмента масштабирования есть маленькая стрелочка, это говорит о том, что в этом инструменте еще присутствуют вот такие подинструменты. То есть мы можем их масштабировать, например, немного непропорционально, либо масштабировать, сохраняя объем. Видите, то есть мы сохраняем объем, но видоизменяем масштаб объекта. Контролируйте всегда, если вам необходимо пропорциональное увеличение, то контролируйте вкладку, то есть она должна быть именно такой, если вы несколько раз нажмете на клавишу R, то, соответственно, она может видоизмениться, и вы трансформируете объект не таким образом, как вам необходимо. Тем более, если вы будете в окне проекции в таком-то, вы можете просто-напросто не увидеть, насколько при таком большом увеличении. Я, например, масштабирую, я не вижу на самом деле, как он увеличивается. Думаю, что он пропорционально увеличивается. Но можно, конечно, понять по пиктограммам, вот по этим, но... Или, например, вот это, если вы масштабировали, то он может непропорционально масштабироваться. Соответственно, вы можете нарушить геометрию объекта, и потом к ней будет очень сложно вернуться. Для этого я вам советую сохранять все этапы разработки своего проекта, то есть постоянно нажимать File Save As, нажимать на плюсик, и сохранять со следующим порядком номер каждую следующую сцену. Следующими объектами, следующими инструментами, которые нам понадобятся для работы, являются инструменты, конечно же, возврата назад и шаг вперед. Вот этот инструмент, самый основной инструмент, то есть горячим клавишем для них является Ctrl-Z, основная клавиша Ctrl-Z, которая возвращает нас на шаг назад. Если вдруг что-то неправильно сделали, мы всегда можем нажать на Ctrl-Z и вернуться на шаг назад. Кроме того, эту группу линкования мы с вами изучим при рассмотрении анимации. Следующая группа, следующая группа это выделение, то есть с помощью этих инструментов можно выделить объекты. То есть в принципе эти инструменты тоже работают для выделения, но с помощью этих инструментов мы не можем видоизменить, подвинуть. То есть я выделяю, видите, заблокированы как бы, заблокированные оси, соответственно я не могу его подвинуть, потому что если вы выделяете несколько десятков объектов, то случайно можете сдвинуть по определенной оси объект, поэтому у вас нарушатся системные координаты, и вы можете опять же этого не заметить, а в итоге окажется, что нарушена геометрия всего большого объекта, если вы, например, выделяли вершины, либо ребра. Поэтому необходимо выделение производить с помощью этого инструмента, select object, то есть выделить объект. Кроме того, следующим является инструмент выделения по списку. Выделение по списку данного списка представлены все объекты, которые сейчас у нас существуют в сцене. Мы можем включить, либо отключить различный тип объекта, то есть я отключаю геометрию, эти объекты пропадают, так как у нас в сцене сейчас содержатся только геометрические объекты. Также мы можем включить и отключить сплайновые объекты, объекты освещения, камеры и так далее. То есть можем с помощью этой вкладки, горячей клавишей является клавиша H на клавиатуре. Можем включить, либо отключить просмотр всех объектов, которые у нас присутствуют в сцене. Есть различные способы выделения, то есть по умолчанию стоит вот такой прямоугольный способ выделения. То есть я прижимаю левую клавишу мыши, перетаскиваю в окне проекции и выделяю несколько объектов сразу. То есть это самый основной прямоугольный способ выделения. Следующим способом является эллиптическое, либо сферическое выделение, то есть он работает по принципу такого выделения сферы. Другим способом является полигональное выделение, то есть я могу обрисовать объект, как мне необходимо, и выделить его. Другим объектом является такое рисование, чем-то напоминает предыдущий метод. И завершающим является выделение рисованием. То есть я рисую, инструмент понадобится для выделения большого количества полигонов. Следующим является инструментом даже более функции, который включает отключение, отключает функцию захвата. То есть если объекты будут выделены в том случае, если они попадут внутрь выделенной области, вот в данном случае. То есть я сейчас прямоугольное выделение активирую. Вот так, например, видите, обвожу, то есть выделится только круг, потому что не весь прямоугольник был захвачен. Поэтому я должен вот так выделить, только после этого будут выделены все объекты. Если же я отключаю эту функцию, то при даже небольшом захвате объекты будут выделены. Видите? То есть объекты выделяются, соответственно, подсвечиваются белым цветом, подсвечиваются белым цветом. Далее, эта нам вкладка уже знакома. Здесь мы можем включать различные системы координат. По умолчанию эта система называется View, то есть свойственно на окно проекции. Мы можем, чаще всего приходит использоваться еще локальный системный координат, то есть свойственно самому объекту. Видите, как объект направлен, так и происходит расположение координат. Соответственно, если нам нужно подвинуть по расположению, ну вот, к примеру, я сейчас разверну объект, включу сначала View системы координат, то есть оси Z всегда направлены вверх. Если я включу локальную систему координат, то я могу подвинуть прямоугольник в том направлении, в котором он развернут. То есть это очень сильно, очень хорошо, очень мощно облегчает работу со многими объектами. Здесь же мы можем выставить, например, то, как будет происходить вращение объектов, то есть где будет расположена точка пивота, но я вам позже покажу, как настраивать данную точку вручную. Функции привязки, то есть функции привязки, привязки к вершине, привязка к углу, к процентному соотношению и так далее. То есть я, например, чаще всего пользуюсь двумя первыми привязками. К примеру, включаю привязку угла и при вращении объекта, видите, сверху происходит показ угла, на котором мы производим разворот и, соответственно, шаг данного разворота является 5 единиц. То есть на больше или меньше промежуток мы не сможем развернуть с вами объект. Очень интересными вкладками является вкладка Mirror in Align, то есть Mirror отвечает за зеркальное отображение по определенной оси, а функция Align выровнять, то есть я не могу выровнять объект по отношению, один объект по отношению к другому объекту. К примеру, я выделил сферу, нажал на клавишу Align, указал параллелограмм и могу выровнять по всем осям, например, по центру, то есть, видите, сфера выравнивается по центру прямоугольника, я могу выровнять только по определенной оси, к примеру, включить выравнивание только по определенным функциям, по определенному месту и, нажав на ОК, соответственно, я подтверждаю данную привязку. Следующей функцией является, очень важной функцией является работать со слоями, с ней мы познакомимся в процессе практической нашей работы. Все элементы я вам советую располагать на своем слое, то есть, если вы создаете, например, фундамент, то, соответственно, называете слой фундамент, вот кнопка создания нового слоя, если окна, то слой окна и так далее, и так далее, то есть, на каждом слое вы располагаете свои элементы. Далее, различные кюрв-эдиторы, то есть, для редактирования, опять же, анимации, для редактирования поведения, трансформации объектов. Нас больше интересует даже следующая кнопка, на данный момент это редактор материалов, по нажатию на ней открывается редактор материалов, в котором мы можем настраивать материалы и текстуры и назначать затем на объект. Далее, вкладка отвечает за рендер, то есть, включение и отключение рендера, вкладка, которая отвечает как раз за массив, за создание массива и, например, за создание сетки, но как таковой вот этой функцией я и не пользуюсь, пользуюсь основным массивом, здесь различные типы массива, выравнивания даже по различным сплайном любых объектов и так далее, и так далее. Здесь выставляется активная ось, то есть, видите, то ось, которую я активирую, соответственно, она и назначается. И далее, панель управления слоем, то есть, мы можем, не заходя в настройки панель слоев, да, вот аналог здесь, и здесь, то есть, в принципе, эти кнопки аналогичны абсолютно, и здесь мы можем быстро выбрать тот слой, с которым мы хотим работать в данный момент. И все так далее. И вот. Продолжение следует...